Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Депп Скайдерелиз. И вроде бы, как бы, релизная версия. Самое, что ни на есть, полное. Что же творит со мной игровая индустрия? Просто не даёт впродыху. Придётся, придётся, наверное, отправиться с тремя нашими друзьями, отважными мусорщиками, на поиски космических артефактов. Мы же нищие изгои, простые мусорщики, а также хочется стать гражданином, поселиться на какой-нибудь замечательной, тёплой и уютной планетке. А для этого нужно, конечно, выполнить кое-какие услуги. Ну, придётся вспомнить немножко. Давно это было и уже не так, как сейчас, наверное. Санитар, Громила, Громила. Выберу я все те же лица. Пускай будет Громила. Пускай будет Громила синего цвета. И звать его будут... Нет, лицо, он не подходящее для Громилы. Совсем... Ну, вот. Вот такое, да? Какое-то оно злое. Злое и одноглазое. Не хочу. Вот ты. Хотя больше ты подходишь на технику какого-нибудь. Ну, давай... Давай ты. Давай ты. И звать тебя будут не лоза, а звать тебя будут... Ну, как тебя будут звать? Как могут быть... Как могут... Гень, подожди, что такое шулер? А это что такое? Инициатива. Я этого не видел раньше. Псих. Плюс два инициативы. Не поседаю. Плюс пять уклонения. Махина. Плюс пять уронов в ближнем бою. Гень. Не, ну быть тебе махиной, конечно. Громила. Махина. И звать тебя будут... Нет, не баба. Звать тебя будут батя. Пускай так. Следующий у нас будет техник. Техник. Может быть, у нас будет отряд синих? Нет, давай, чтобы хоть как-нибудь у вас отличать. Вот такой тебе комбинезончик. Оружие у тебя, смотри-ка. Оружие 30-ка. Плюс 15 к урону для карт типа оружия. Плюс 15 к длительности для карт типа оружия. Плюс 3 к шансу критического эффекта для карт типа оружия. Техника, добыча, медицина. Ладно, я думаю, что это все вспомнится и разберется. Нет, ты будешь не техник. Ты будешь собиратель. Ты будешь собиратель. Собиратель. Вот в таком костюме. Психом? Я не знаю. Сделать тебя психом. Не очень хочется. Давай ты будешь непоседа. Непоседа, собиратель и... Кольт. Нет, ну хорошее имя. Для... Не знаю. Для какого-нибудь... Ммм... Рейнджера. Ну а поскольку ты собиратель, мусорщик, я не знаю. Кольт. Вы тебе... Да... Хочешь остаться Кольтом? Останься Кольтом. Не буду я тебя никак. Глина. Глина громила. Нет, ты у нас будешь, конечно же, санитаром. Ты у нас будешь санитаром. И, возможно, знаешь, вот санитар. Он долгое время провел в каких-нибудь психлечебницах. И он, наверное, на всю жизнь останется психом. Но инициативным психом. И какой-нибудь портрет. Да вот, вот это. И будешь ты не Глина, а станешь ты у нас Галина. Вот. Санитар Галина. Психически неустойчивая. Но зато... Зато владеющая медициной. Режим будет... Разрешены сохранения и загрузка в случае гибели. В случае гибели всей команды может вернуться к ранее сохраненной игре. И хардкор. Режим необратимой смерти. Один файл для сохранения. В случае гибели всей команды игра завершается. Я думаю, что, конечно же, хардкор. Сейчас мы как пойдем. И сразу же все это закончим. И будем начинать бесконечно. Поэтому обычный. Все-таки, наверное, выберем. Обычный. И старт. Новое сохранение. Старт. Все тот же, все тот же, господин. Губернатор второго ранга. Добро пожаловать, искатель. Я вас ждал. Бать говорит. Мне нет нужды говорить вам о том, что мир несправедлив. Вы и так наверняка знаете это лучше многих других. Поскольку сам я аристократ, я могу лишь догадываться, насколько тяжело приходится людям без гражданства. Поэтому я хочу дать вам шанс оставить эту жесткую жизнь в прошлом. Да, а вот так нельзя просто сразу оставить нам эту жизнь, губернатор, ничего не делая. Вот как, что вы предлагаете. Я хочу, чтобы вы отыскали и захватили легендарный ковчег. А в качестве награды я предлагаю вам полноправное галактическое гражданство. Ковчег это просто выдумка. Мне понятен ваш скептицизм. Однако ковчег не выдумка, а поразительный факт, который вам следует принять к сведению. К тому же я предлагал бы гражданство любому. Я не предлагал бы гражданство любому, кто найдет ковчег, если бы считал, что этот корабль просто выдумка. Наши ученые установили, что ковчег спрятан где-то в этом секторе. У нас есть веские основания полагать, что он полон таких чудес техники, какие мы себе и представить не можем. Триум, Верат готов заплатить за него любую, любую просто цену. Найдите его, и я гарантирую вам гражданство тот самый счастливый билет, который обеспечит вам беззаботную жизнь в уютных и прекрасных зеркальных мирах. Зеркальных? Зеркальных? Ты никуда меня не хочешь отправить? Зазеркальное звучит как загробное. Звучит уж слишком заманчиво. Почему вы выбрали меня, мм? Насколько мне известно, у вас есть боевой опыт, и вам доводилось исследовать реликты. Надеюсь, мои источники не ошиблись. Ищите зацепки на корабле. Ваша задача проникнуть на команду палубы, попытаться найти ценную информацию. Любые сведения, усылившие за те тысячелетия, что эти суда дрифтят в космосе, далеко не на каждом реликте можно найти нужные сведения, но если вы накопите достаточно данных, наши ученые смогут вычислить местоположение Ковчега. Мне это по силам? С чего начать? Ммм? Мне это по силам. Зайдите в притон. Для начала подпишите пару контрактов, чтобы у вас был дополнительный доход к экспедиции, а потом идите в док и отправляйтесь на шаттли к одному из недавно обнаруженных судов. А что насчет моей команды? На них ваши предложения распространяются? Вот какой заботливый батя, он же просто отец родной для своих людей. Да, если вы найдете Ковчег, все члены вашей команды получат те же привилегии. Расскажите подробнее про контракты. Реликты привлекают внимание множество людей. Эти люди готовы предложить искатель образного рода поручения. Поручения приносят деньги, а деньги помогут вам обеспечить себя всем необходимым в ходе поиска Ковчега. Ослеживать контракты не входит в мои обязанности. Хотите узнать больше, спросите в притоне. В конце концов, все, занимайтесь делом. Можете не продолжать. Как только что-то выясните про Ковчег, сразу должите мне. Покажите себя достойно. Я выдам вам рабочий допуск более высокого уровня, а если сумеете найти и захватить Ковчег, гражданство вам обеспечено. Но имейте в виду, я сделал такое предложение не только вам. Действуйте без промедления. Вот это ты зря. Вот это ты зря, губернатор. Коль говорит, здесь на борту станции мы занимаемся подготовкой к заданиям. Давай заглянем в притон, возьмем контракты, за них выполнение щедро платят. Нам еще нужно зайти в ломбард. Не успел подсчитать, для чего. Итак, что тут изменилось с последних моих посещений. Добро пожаловать в притон. Хотите верьте, хотите нет. Но это местный центр развлечения и отдыха. Мы проделаем напитки, продаем напитки, которые облегчают боль. И еще мы выдаем контракты. Сейчас самое время открыть КПК, узнать, куда мы направляемся. Так, Алина, подожди, не мешайте, что вы так быстро говорите, или я это медленно читаю, все. Итак, контракты. Еливия, документы, пожалуйста. Еливия, документы, офис бережливости и тяжелого труда ищет Соломею, которая уже несколько раз пропустила сдачу надлежащих документов. Ее след ведет к еливию Еливия. Мы уже отправили дроида Пастор Т. Найдите Соломею и заставьте ее сдать нужные документы, либо помогите Пастору Т в поисках. Выполнив контракт, вы получите вознаграждение. Оплата 938. Что такое прям? Ну, могли бы тысячу, а доокруглить уже взять. Конечно, взять контракт. А настоящая работа. Дворец у Тельстерия Честного Хэнка. Всегда рад принять детали в хорошем состоянии. Достаньте нам три детали от робота этой модели, уборщика и мы вас щедро вознаградим. Взять контракт. Изучение червяков. Я с Ленг, селитель изысканных напитков. Прошу вас добыть для меня пять кишечников червячка. Вы наверняка подумали, он собирается изготовить черви на стопудовое. Это не так. Они нужны для очень важного исследования анатомии червяков. Честно, честно. Я щедро заплачу вам, пожалуйста. Даже слишком щедро. За комплект из пяти кишечников подумайте над этим предложением. Триста семьдесят монет. Всего лишь взять контракт. И вот здесь новая, новая вкладочка наемники. Ванилька, стилер, собиратель. Ванилька, охотник. Старпер, лидер. Старпера мне не хватает в команде. Конди, громила. А что значит нанять? То есть у меня появится еще один член команды. И мне или мне придется удалить кого-то своего. Или же, возможно, когда погибнет или что-то случится. Не дай бог что-то. Ну, ладно. Пока что я так понимаю, что я не могу нанять. Или у меня нет места. Ну и, по крайней мере, у меня нет денег. Хорошо. Дальше что? Вот это тоже новое. О, покупатель. Добро пожаловать в мою мастерскую. У меня есть много полезных модификаций для искателей и путешественников. Больше вы такого нигде не найдете. Это я вам гарантирую. Модификация сканера. Дальность сканирования. Радиус сканирования. Информация. Скайп. Предупреждение об индустрии ловушек в зоне сканирования. Информация об отрядах и их уровне. Еще бы вспомнить. Еще бы все это вспомнить. Так быстро все забивается. Радиус видимости. Хорошо. Поиграем. Я думаю, что все равно сейчас это все не надо покупать. Всего лишь там у меня 600. Резерв энергии. А вот резерв энергии плюс 200 к максимальному резерву. Это интересные штучки. Снижение расходов энергии. Это тоже, наверное, очень полезно. Восстановление энергии. О, это тоже хорошо. Потому что энергия очень важна, насколько я помню. Она нужна и для перемещения, и во время боя. Заходите. Оружие, модификации, прочие снаряжения. У вас есть все. Хотите по-быстрому сбыть товар, срок нет проблем. О, да. Очень, очень хорошее оружие, но в ней нет денег. Продать я ничего не могу пока что. Так, здесь медицинский отсек. Наши специалисты залечат любые ваши телесные раны и даже оживят ваших падших товарищей. Однако лечение стоит дорого. Так что не разбрасывайтесь органами и конечностями. Конечностями. Конечно не будем разбрасываться. Открыть КПК-шку. И вот моя команда. Наемник батя. Что ты можешь? Одиночный удар. Одиночный удар. Сто процентов, да? Девяточка у тебя выходит. Взбучка. Слушай, ну и я думаю, что это разберемся на месте. Разберемся на месте. Щитовое. Ядро. Кольт. Галина. Предметы. Маленький аккумулятор и средний аккумулятор. Ну уже хорошо. Какие-то маленькие предметы у меня есть. Настоящая работа. Найдите данные о местоположении на Викте Шественик. Ищите данные на борту реликта. Ладно. Закрыть КПК. И что? К нашему звездолету. Сегодня я буду вашим пилотом. Покажите мне свой билет. Выберите на звездной карте пут назначения. И вперед. Билет тебе показать. Билет, билет. Итак. Еливия. У меня там, кстати, задание. Шественник. Уровень второй. Статус доступно. Я не пойму, что это значит восклицательный знак рядом с этим шественником. И поэтому я пока отправлюсь на Еливию. А на уровень первый. Я думаю, что мне туда. Вылетаем. Вылетаем. Все прибыли. Как будете готовы вернуться на базу, дайте мне знать. Берегите себя, ребята. Пилот. А может ты с нами? Нет? Итак. Открыть КПК. Просканируйте окрестности, чтобы выяснить, какие неприятности нас поджидают. Нам нужно осмотреть все необычные секторы. Все необычные секторы. Сканирование 50 энергии. Действие генератора энергии системы жизнеобеспечения. Что это такое? Защищает команду от опасных для жизни условий в течение 10 ходов. Что-то я такого не помню. Эвакуационный маяк. Позволяет мгновенно телепортироваться в ближайшую посадочную зону. Покупайте маяки в магазине и на станции. Реклама. Покупайте маяки в магазине и на станции. Замечательно. Ну, генератор энергии, генератор энергии. Это все помнится вроде бы как. Ждать 5 энергии. Какой ждать? Нужно двигаться дальше. Итак, батя, 40 хпшки, 24 щитов. У всех по 24. Сканировать? Ну, давай просканируем. Ого. Ничего себе, какой большой. Еливия. Ну и ладно. И ладно. Чего мы боимся? Чего мы не видели? Давай пошли-ка. Вы нашли отрубленную руку робота, снимающую странный объект. Такое ощущение, что у него не хватает половины. Вы хотите забрать его? Чего это вдруг? Ну, взять объект. Какую-то руку нашли. Ввиду мониторинг, бип-бип, обнаружены грязные искатели. Приготовиться к бою. Древнее, очень древнее око. Ну что ж, готовимся к бою. У этого ока, у нас, если у вас много энергии, проблем в бою не будет. Но когда энергия на исходе, стоит задуматься об отступлении. Спасибо, Галина. Спасибо, Галина, что предупредила нас. Итак, ну, достаточно инициативные ребятки. Скоро они будут атаковать. И что мы можем сделать, Галина, с тобой? Умиротворение. Биологические цели не могут использовать карты атаки в течение хода. Но это, похоже, не биологические цели. Далеко, наверное, не биологические. Они механические. Они механические, но не страшно. Так что ж, квал пуль наносит 125% урона оружия. Плюс 33 к разбросу. Невелик разброс, но кому-нибудь и достанется все-таки. Огонь. Как-то странно, вот эти вот просадочки. Ну ладно. Ну ладно. Потрясение. Потрясение. Мы потрясены. Так, хорошо. Продолжаем. Создание припасов. Три карты. Выберите одну из них и сбросите остерны. Нет, наверное, это нечестный прием. Сейчас как-то более подробнее, потому что нужно вспомнить все эти карты. Наносит 100% урона оружием. Цель получает 33 вероятности промаха на 2 хода. Взбучка. Наносит 90% урона. Минус 5 к инициативе цели на 2 хода. Одиночный выстрел. Наносит 100% оружия. Урона. Давай попробуем нечестный прием. Почему нет? Удар. Минус шанс попадания. Хорошо. Батя. Батя в деле. Одиночный удар. Так может быть сразу и отключим его, а? Хотя ладно, он промажет все равно. Давай кого-нибудь вот этого. Отлично. Десяточка отлетела щитов. У Галины. Десяточка щитов. Еще. А это был промах. Хорошо. Хорошо. Галина. Перезарядка щитов, наверное, все-таки. На себя или союзника? На себя, конечно же. На себя. Куда с такими щитами мы будем дальше идти? Куда? Уже пора тогда эвакуироваться. Очередь. Может быть очередью, а? Ну, в принципе, что нам очередь-то? Что нам очередь? Я думаю, что надо укладывать. Укладывать кого-нибудь. Давай-ка вот, смотри-ка. Вот этого. Подействовало, да? Отлетает он назад. Батя у нас кого-нибудь добьет же. Никого он, собственно, не добьет. Никого он не добьет. Но щиты восстановит. Ладно. Четверочка к кольту. Он потрясен. Он просто потрясен. Рассеянный выстрел. А почему разброса нет? Почему нет разброса? Не знаю. Одиночный выстрел. Готово. Ну, что-то с тобой не то творится. Подожди. Разгон. Возможно, взять две карты и восстановить 20% максимальных щитов. Можно использовать один раз за бой. Расход энергии 100. Ну, нет. Ладно. Ладно. Десяточка щитов отлетела. У нас проблемы. Ну, я думаю, что конец хода. Пропустим ход. И кольт все, я думаю, что решит. Отлично. Результаты боя. Окаменевшая конечность инопланетянина и нерабочий аккумулятор. Ну, все соберем. Все соберем. Сканировать. Так, это что у нас? Это непонятный сигнал. Идем в сторону непонятного сигнала. Еливия, документы, пожалуйста. Найдитесь Соломею. Мы ее нашли. Да? Убирайтесь. Я не желаю иметь дело ни с вами, ни с вашими тумратскими документами. Либо убирайтесь, либо помогите мне умереть. Почему вы хотите умереть, собственно говоря? А? Потому что я страшно устал. Я так долго пыталась следовать инструкциям офиса бит, что моя жизнь стала совершенно невыносимой. Тогда я плюнула и перестала заполнять их бумаги. А офис отправил за мной этого дроида модели пастор. Я спряталась от него здесь, но рано или поздно он меня найдет. Бежать уже нет сил. Я хочу просто умереть. Прекратите ныть и заполните чертовой бумаги. Мне нужны деньги. Что я могу для вас сделать? Я не хочу причинять вам вред. Заполни бумаги. Вы сами не понимаете, что говорите. Меня тошнит от этого бреда. Он меня убивает. Значит так, если вы не хотите меня убить, то я вас заставлю. Да ладно, ну зачем ты? Да, вот так вот. Может надо было по-хорошему как-нибудь. Приготовиться к бою получается? Ну и зачем мне с тобой драться? С ламея. Не для тебя мои пули были предназначены. Ну а раз так, то так. Так, на союзника прилив сил. Прилив сил. Ну давай-ка на батяню. Адреналиновую инъекцию, так сказать. Польт. Мощный удар, способный возможно оглушить. Вероятность оглушения невелика, но есть. И также есть вероятность потерять инициативу. Критический просто эффект. Просто критический. С ламея просто опускает руки. Ну и что? Взбучка. Провоцирующий. Провоцирующий. Давай провоцирующий. Давай. Хотя подожди, у тебя есть возможность ходить. Тогда. Тогда поиск уязвимостей. И затем провоцирующий удар. Шестерочка по счетам. Ну и я не хотел. Крит просто. Но это провал задания, правильно же? Это провал задания. Соломея падает замертво. Она хотела умереть и сделала это. Офис бережливости и тяжелого труда. Наверняка захочет узнать о гибели Соломеи. Уйти. Это что такое? Обыскать. Опля. Это сломанный нейронный сервопривод. Все это не нужно. А вот. Сосредоточенный усилитель снарядов. Уровень 3. Оружейный инструмент. Подификация плюс концентрация. Так а ну-ка взять. А ну-ка взять и а ну-ка посмотреть. Предметы. Оружейный инструмент. Инструмент. Оружейный инструмент. Что это дает? Усиление выстрела. Наносит плюс 50 урона. Оружие вызывает заморозку. Ничего себе. Может быть. А нет. Подожди. А это что? Часть странного объекта. Половина необычного объекта. А это куда? Половина необычного объекта. Не знаю. Но это оружейный инструмент. Он может подойти только вот сюда. Я так понимаю. Да. Больше он никому не подходит. Да убери его. Я не хочу его носить. Сюда же он нет. Сюда он больше никому не подойдет. И у Галины нет инструмента. У нее медицинский инструмент. Это подойдет только базе. Но дело в том, что... Кислоусиление выстрела... Я думаю, что это не надо. Закрыть КПК. И продолжить свой путь. Скоренировать район. Налетчик. Мы ищем металлолом. Вот же... Приготовиться к бою. Ты уже нашел металлолом. Ты уже нашел металлолом. Так-с. Ну что ж. Что мы будем делать? Налетчик сейчас будет атаковать. Он похоже... Да. Он, наверное, биологическая цель. Биомеханический. Биомеханический. Угу. Что мы можем? Конечно же, рассеянный выстрел, наверное, да? Восьмерочка. Девять по счетам. Девять по счетам. Ну что ж, Кольтик. Мощный прием. Попытаемся лишить инициативы и оглушить. Но фигушки там получается. Батя. Батя. Провоцирующий удар. Провоцирующий. Так, шквал пуль. Налетчик. Налетчик атакует. Девяточка. Девяточка по бате. Надо укрепить ему щиты прям срочно. Мощный удар. Нет, никак не получается лишить инициативы. Или хотя бы немножко оглушить. Шестерочка жизни остается. Ну, доставим ему взбучку небольшую. Бам-бам-бам. Говорит батя. И результат боя не очень на 100. И радует. Иридивый композит какой-то. Устойчивый к коррозии. Материал. В общем, взять. Взять, конечно. Обускать. Здесь еще что-то взять. Все. Ну, это все пригодится. Это все продастся. И все. Предметы. Я так думаю, что пора, наверное, вот использовать. Дает три дни. Подожди. Так, я не понял, что я сделал в первый раз. Преобразовать во что-то. В 30. Ладно. Двигаемся дальше. Сканируем. Что здесь? Обыскать. И еще какая-то клещня. Взять все, конечно. Открыть. И продолжить путь. Продолжить путь. Кораблик-то такой немаленький. Немаленький. Вернуться бы потом. Не знаю. Давай сканировать. Давай сканировать. Без сканера совсем ничего не видно. Обыскать. О, сколько металлолома мы насобирали. Открытие ПК-шка. Сколько? 110 энергий, чтобы вернуться. Хватает. Давай-ка сюда. До этого треугольника. Это что? Кто? Вы нашли разбитого дроида без левой руки. В правой руке он держит какой-то объект, который выглядит неполным. Его вторая половина куда-то подевалась. Вы хотите взять этот объект? Ну, взять. Следят глаза матери. Требуют лазерного сожжения. Уборщик без шлема. Почему ты без шлема, уборщик? Почему ты без шлема? Шестерочка по счетам. Начинается. Начинается. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Пора что-то делать. Да, Галина, пора, конечно, что-то делать. Сейчас мы что-то делать и начнем. Давай, наверное... Давай, наверное... Знаешь что? Подожди, а это у нас что за уборщик? Механический. Механическое чудо. Нет. Тогда давай... Тогда давай адреналиновую инъекцию сделаем, братья, на всякий случай. Должно сработать, говорит. Должно сработать. Еще бы. Ну и терпим теперь от уборщика. Пятерочка всем. Самозарядка. Нет, давай взбучка. Давай-ка взбучка. А этому дадим по голове и, надеюсь, он уйдет. Отлично. Этот лишен инициативы. Уборщик. Шквал пуль умиротворения. Ну, нельзя его умиротворить так же. Ну, нельзя же. Биологические цели не могут использовать карты. Ну, это же не биологическое, а механическое. Поэтому я думаю, что шквал пуль. Хоть как-то студит их пыл. Десяточка. Одиночный выстрел. Метка. Метка. Очень поздравляю вас, Кольт. Не зря вас так обозвали. Провоцирующий удар. Минус 10 щитов. Галина. Шквалит пули. Ну, давай-давай-давай. Ой-ой-ой. Как больно. Как больно начинается. Очередь. Мне нельзя. Мне нельзя так допускать того, чтобы у них... Бадди, давай восстанавливай щиты. Восстанавливай щиты. Это не дело. Потом лечить вас очень дорого. На себя или союзника. Восстанавливай союзника. Вот это вот я не люблю. Постановление. Ремонт начинается. Четверочка. Четверочка. Поиск уязвимостей. Галина. Что будем делать? Давай, Кольт. Адреналиновая инъекция. Ладно. Ну и так хорошо. Двадцатка. Мы почти в норме. Батя. Самозарядка. Эх. Какую-нибудь карту на урон. Он ремонтируется. Ремонтируется. Он ремонтируется. И ремонтируется. Конец хода. Конец хода. Ой. Взбучка. Прекрати. Прекрати ремонтироваться. Рассеянный выстрел. Отлично. Взять все. Обыскать. Опля. Стрелковое оружие. Модификация. Оглушающая граната. Может быть и пригодится. Может быть кому-нибудь и пригодится. Дело в том, что 30... 320 уже. Как бы пора и вернуться назад. Предметы. Стрелковое оружие. Давай добавим тебе. Почему нет? Что это такое? Что это за критик? Часть странного объекта. Закрыть КПК. 150. Можно конечно разведать. Ага. Зайти вот сюда. Обыскать. Взять мусор. Открыть КПК. И возвращаться назад. Потому что энергии уже просто мало. И я боюсь, что мы... Не дотянем. Не дотянем. Назад. Забирайте нас. Вернуться на станцию. Мы поможем пополнить запас энергии в ломбарде за вполне разумную цену. Да? Конечно. Мы можем. Мы можем. Итак. Пополнить. Продать. Продать весь хлам. Ну нормально. Так прилично. Вот эту вот штуку вот тоже продать. Это мы продавать не будем. Это что-то чего... Это... Это те части, которые мы насобирали от этих роботов. Купить что мы можем? Да ну ладно. Такие стоимости. Вы что? Ты что? Это грабеж просто? Ну по крайней мере мы можем... Ну такие цены очень-очень... Подожди. Что это? Точное стрелковое оружие. Модификация. Нет. Это для меня. Инструмент для поиска ресурсов. Модификация. Ловушка с колиями. Дымовая ловушка. Нет. Я пожалуй не буду тратиться сейчас. Не хочу. Я просто куплю аккумуляторы. Купить. 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 А здесь же есть еще и энергогенератор. И набор для поиска ресурсов. Эвакуационный маяк тоже есть. Ну нет. Пока что нет. К медикам загляну. Потрачу немножко денег, чтобы восстановить здоровье. Загляну-ка я вот сюда. Что там? А? Похоже им уже не интересно то, что стало с этой... Соломеей или как ее там зовут. Похоже нет. Ну что? Надо возвращаться назад. Надо возвращаться назад. На Илливию. Вылетаем. Предлагаю пойти куда-нибудь вниз. Куда-нибудь. Может быть вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. А здесь уже использовать и сканировать этот район. Здесь кто-то есть. Пасарте. Стойте. Ведется поиск. Подозреваемое имя Соломея. Подозревается в непредоставлении соответствующих документов в офис бережливости и тяжелого труда. Основание нарушения нескольких законов, в том числе о трудовой деятельности и появлении в общественных местах. Разыскивается для заключения под стражу и перевоспитания. Предоставляется награда за полезную информацию подозреваемой. Я узнаю подозреваемого. Она напала на меня и погибла в бою. Ай. Весьма прискорбно заявление. В данный момент вам не предъявлено ни одного обвинения. Законы, а так как насилие в этом секторе не действуют. Я должен осмотреть труп. Благодарю вас за сотрудничество. Награду можете получить на станции. До свидания, пастор. До свидания. Как-то я нехорошо поступил с этой соломеей. Ну да ладно. Что уж теперь жалеть-то. Мы простые мусорщики. Мы боремся просто за место под солнцем. Сканировать. Опля, что это такое? Что это такое? Быстро сразу в рюкзачок забрал, даже не увидел. Технологический инструмент. Модификация. Отвлекающий бот-бот поддержки. Но это у техников. Это у техников. У меня такого нет. У меня такого нет. Ой, что я делаю? Нет, никуда я эту штуку не могу вставить. Продолжить. О, это что такое? Это что-то новое. Я такого даже не знаю. Что это такое? Что это такое? Что это за знаки электричества? Что-то бьются током, что ли? Обыскать. Технологический инструмент. Опять же. Избыток энергии. Плюс 1 карта и 25 вероятность прилива сил в каждый ход. А, возможно, если я буду в этой зоне, ну, с кем-нибудь бороться, так сказать. То мне будут дополнительные бонусы. Да? Наверное. Не знаю. Не знаю. Просто предполагаю. Так, ну, туда я вернусь на обратном пути. Сейчас я пойду дальше. Опять же, смотри-ка, здесь это полно всего этого электричества. А может быть... О, вот это хорошо. Может быть, есть поля, наоборот, менее полезные. Где будет у меня что-нибудь отниматься, сканировать. Опля, что это такое? 80 энергии, чтобы открыть? Что это такое? Что это такое? 20 энергии. Кобра! Приготовьтесь к бою. Насколько я помню, они достаточно противные, товарищи. Умиротворение. Это биологические штучки. Давай-ка. Отдохни. Отдохни чуток. Одна пропускает ход, другая сносит 12 щитов. Бьются они, мама дорогая. Взвучка. И плотненькие, ребятки. А я сбежать могу? Активирует отступление. Все члены команды пропускают ход. Команда отступает в начале хода. Этого бойца в следующем радует. Да, отступить я могу. Ну, давай-ка, что ли, провоцирующий удар. Но провоцирующий удар, это значит, мне достанется, а я переживу ли я это все? Ну, ты должен думать о людях. Должен думать. Почему я этого начал бить? Давай-ка вот эту штучку. Она вроде как бы менее сильная. Десятка. Провоцирующий удар. Перезарядка щитов. Шквал пуль. Давай инъекция. Давай инъекция. Двенадцать. Больно. Больно бьется. Кобра. Хотел сказать на нее собака, но она кобра. Очередь, очередь, очередь. Ну, будем стрелять очередями, что делать. Метка, метка. Итак, поиск уязвимостей. Ну, давай. Поиск уязвимостей и ударим ее каким-нибудь вот таким вот хорошим ударом. И больше нет, кобры. Восемь. Блин. Черт. Пробило, пробило, пробило. Перезарядка щитов срочным образом на себя. Галина должна жить. Разлетаются щиты, но кусочек остался. Давай провоцирующий удар, почему нет. И щиты отняли, и чуть-чуть хпшки тоже. Ого. Больно. Больно, больно, больно. Больно. Отравление? И этого еще мне не хватало. Ну, подожди. Самозарядка, создание припасов. Создание мощный удар. Давай возьмем. Блин. Ну. Окей. Че-то я не понял, что я сделал. Я же должен быть оглушающая граната, допустим. Одиночный удар. Скоро кобра будет ходить. Скоро будет ходить кобра. Перезарядить союзнику щиты. Блин, больно. Больно достается бате. Батя уже страдает. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Возможно, даже придется уходить. Но, может, нет. Может, нет. Теперь я опытнее прежнего. Пора заглянуть на вкладку командов КПК, чтобы открыть новые способности. Силовой кулак. Модификация. Штурмовое и стрелковое оружие. Модификация. Психоанализатор. Индектура. У меня такого нет. Доступна новая команда. Подожди. Подожди. Команда. Итак. Кольт. Нечестный прием. Добавляет еще одну карту. Модификация костюма. Инициатива сопротивляемости урону. Опытный собиратель. Поиск ресурсов. Нечестный прием. Давай для начала нечестный прием. А, еще осталось, да? Хорошо. Ну, знаешь что? Я думаю, что вот это, пускай будет, инициатива. Батя, провоцирующий удар. Да. И укрепление, да. И Галина. Адреналиновая. Да. Инициатива. Остреление. Медицинские знания. Плюс 10 к медицине. Медицинские знания. И костюм. И применить. И все. Подожди, а предметы, которые мы нашли? Силовой кулак. Пригодится. Штурмовое стрелковое оружие. Это дробовичок. Перезарядка. Две карты оружия. О, это не сюда, разве? Штурмовое стрелковое оружие. А, стрелковое оружие с разбросом. Вот. Вот, вот, вот сюда это. Хорошо. А этого, этому места нет. А этому тоже места нет. Ну, ничего, ничего. Продастся. Так. Закрыть. Открыть. И что вот это такое? Закрыто почему-то. Закрыто почему-то. Сканировать. Кантор. Вы замечаете некростража, который играет на массивном плазменном секвенсоре. По экрану быстро течет поток строк. Перервать. Давай перервать. Зачем атаковать? Уйдите, смертное существо. Не мешайте мне сосредоточиться на прогрессии в технике сериализма. Разумеется, некростраж не рад вашему присутствию, но все же не нападает. Похоже, он целиком погружен в музыку. Значит, давай уйти пока. Пускай танцует. Пускай танцует. Можно поговорить. Почему? Ну, мы можем... Или поговорить. Или мы можем о чем-то еще поговорить? Нет. Просто уйти можем. Сейчас, наверное, на него нападать мы не будем. Потому что у батя с жизнью проблемы. Знаешь что? Я, наверное, сейчас на этом месте, пожалуй, сохранюсь. Остановлюсь. И уже в следующий раз, конечно же, продолжу. В общем, спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч, конечно. Пока.